Привет зритель! Сегодня я получила, вообще за три дня долетела, посылочку с Кукпэт со своими призами, с другой стороны адрес мой, так что не покажу, и адрес того, кто посылал, откуда посылали, короче, посылочку с Кукпэт с призами за конкурс в фотоотзывах, надо было набрать определенное количество баллов, чтобы можно было выбрать определенные ощутимые подарки, тут должны быть сладкие специи, специи для сладостей и шоколад, специи для сладостей стоили 70 баллов, а шоколад 40 баллов, и баллы давались за, в общем, неделю фотоотзывов, допустим, от 1 до 3 фотоотзывов 5 баллов, от 4 до 9, 7 баллов, и это самое, 10 баллов, что ли, или как-то так, или от 4 до 7, нет, от 4 до 7, по-моему, 7 баллов, от 8 до 10, 10 баллов, ну и больше 10 тоже. Сейчас я это вскрою, придет зритель, вообще я забрала несколько часов назад, ну вот, что села записывать, только сейчас, и вообще, как бы решила вскрыть на камеру. Готя, тут же какая-то открыточка, не открыточка, что-то такое. Так, спасибо за классный рецепт, у меня отлично получилось. Согните по пунктирной линии. Смачно и на всяких разных языках. Вкусно. Смачного обычно пишут в инстаграм на одной страничке, на которую я переоделась, ну как бы я на нее подписана, там иногда пишут просто частично на украинском рецепты. Так, что тут у нас? Мера объема. Ложка столовая, мука, крупа манная, хлопья овсяные, сахар, молоко, соль, соки, мед, крахмал, уксус, томатное пюре, масло растительное, молоко, сгущенное сода, стакан граненый, мука и опять все... О нет, слушайте, а тут больше, чем... Тут вон вишня есть, сметана, смородина, черника, крупа, горох, соки, соль, молоко, сахар овсяное, хлопья, манная крупа, мука и изюм. Что это у них за стакан граненый? Мой стакан граненый влезает, 150 грамм муки, а тут 130. Короче, в общем, вот такая штука, хотя у меня есть мерная штучка, ну, нету там ягод, допустим, с прошлого приза, по-моему, с прошлого года, с этот марафон у них там был, у них уже был какой-то марафон, но там, ну, были такие призы, по-моему, по большей части неощутимые, или то, что у меня уже как бы есть, оно мне не надо. Сейчас у них начался один марафон, там итоговый приз только за 50 дней того, по стене, скажем так, этих самых рецептов, но мне, в общем, как бы это не интересно. Там что-то такое, что у меня и так есть, по большей части, и загоняться, и придумывать 50 рецептов из-за этого мне как-то совсем не хочется. Мне человек с Кукпеда написал, сказал, что можно или, ну, они там чуть ли не до Нового года, что ли, это до 3-го, что ли, января, или до 1-го января продлили этот конкурс фотоотзывов, и там были ещё не остальные призы, типа там за 12 баллов можно сделать лайк в Инстаграм, или какой-то пост, или ещё какую-то хрень. Ну, и были чуть подороже призы, которые, или у меня что-то подобное есть, или мне просто это не надо. Просто, если интересно, загуглите Кукпед. Ну, там, я просто не знаю, не вспомню, наверное, ссылочку дать, надо специально мне заходить на сам Кукпед, чтобы искать эту ссылочку. Короче говоря, и они сначала делали до 20 декабря, эти все, вот набираешь баллы, либо ещё там можно было заработать два бонусных балла за какой-нибудь фотоотзыв на рецепт из школы Кукпеда, что-то в этом роде, я всё собиралась-собиралась, но в итоге у меня так руки не зашли. Удобно было в том плане, что что-то хочется приготовить, или есть какие-то продукты, я забивала в поиск, если на них выходил рецепт, ну, выходил чаще всего рецепт, если мне этот рецепт, допустим, нравился, у меня было вдохновение, то я делала. Соответственно, оставляла уже потом фотоотзыв. Так что, в общем, у меня там приличненько эти фотоотзывы было. У меня там на момент сборки приза у меня как раз было и на 70 баллов, и на 40 баллов там и шоколад. Короче говоря, 114, что ли, баллов у меня всего было. В общем, вот такая вот хренатенька. Можно поставить будет куда-нибудь. Спасибо Кукпеду. А тут у нас коробочка. Мне было интересно, что за шоколад. Вот сейчас узнаем. Тут такая пупырка. Я сейчас сидела, её пыталась лопнуть, лопнуть, но усиленно не лопала. Сейчас лопну. Эй, что не лопаю? Вот, лопнулась. Так, у меня тут же ножичек специально есть. Я, может, даже сейчас это до монтажа доведу. Ради эксклюзивного исключения. Смотри-ка, зритель. Я тут режу, и оно местами лопается этим ножичком. Хорошо, как упаковали-то вообще. Ну, можно. Там было специи для мяса, специи овощей и специи для сладких блюд. Я подумала, что у меня как бы специи для мяса есть, для овощей. У меня и сами овощи-то есть. У меня есть все эти такие специи. Плюс ещё индийские специи из моей Индии. Я тогда выбрала. И я подумала, что пусть будут лучше специи для сладких блюд. Потому что, ну, не всегда что-то такое находится. А тут, ну, прикольно как бы. Там заработал своими рецептами. Вот. Я, по-моему, уже два с лишним года на Кукпэде. С сентября, что ли, или с августа 2018 года. 19-20. А ты два года, наверное, да? Слушайте, тут даже больше, чем я думала. Вот. Премия Кукпэд. Мускатный орех. 50 грамм. Корица молотая. 50 грамм. И бадьян. Молотый. Слушайте, мускатный орех. Я как раз, я думала заказать себе мускатный орех чисто там на Вайберес или ещё где-то. Но что-то как-то всё руки не доходили. А тут есть, вау. Мускатный орех, корица и бадьян. Я просто на картинке видела, что там были вот корица и бадьян. И я думала, что они будут вот эти вот звёздочки и палочки. Ну, и самой надо их как-то измельчать. А тут уже всё у Кокушина. Так. И вот шоколад. Шоколад. Мне было интересно, сами они его будут делать или какой-то там такой. Вот шоколад у нас. 100 грамм. До 18 апреля 22 года он будет жить. И сделан 18 октября. Сверенький шоколад. Собрание. Самое прикольное, что, по-моему, этот шоколад делает Ярославская область. Между Ярославлем и Угличем. Так. Ну, вообще, это хороший шоколад считается. Бушерон. Он у нас Бушерон. Таких бывает металлических упаковочках. Красивый, очень дорогой. Продаётся в центре, в Афанасии. Тут у нас ещё мелкие. Совой. 1921 год. Бушерон, оригинал. Молочный шоколад с фундуком. Самая тема. Я как раз тут собираюсь полтора дня, но тут же меньше осталось. Не знаю, получится ли у меня делать тайп цветка. Там всё-таки 25 страниц. И чем ближе к концу цветок, тем больше он балдливый. Хотя там звуков практически нет. Ну, в крайнем случае, мелкие какие-то. Спасибо Кате, что она отприняла эту главу. Несмотря до того, как мы развалились. Так. Ну, и я как раз вот. Обычно, когда тайплю, мне хочется пожрать. Часто покушать. И шоколад обычно. Обычно, я на Мадоку, Магирека, в смысле, блин, как я там. В общем, на спин-офф и по Мадоке. На Тарт Магику обычно у меня на тайп идёт шоколад. Ну, теперь будет. Видимо, идти на те проекты, которые остались от Риндропс. Благородный сорт какао из папуа. Новой Гвинеи позволяет создать нежнейший малочный шоколад со сложным сливочно-фруктовым букетом, в котором отчёстливо выделяется нотка бананов. Вау! Хрустящие лесные орешки создают сливочный вкус ещё более богатым. Делают сливочный вкус ещё более богатым. Традиционная рецептура, современная технология. Состав. Сахар, масло, какао. Какао тёртое, молоко сухое, цельное. Фундук жареный, дроблённый. Люгаторы. Лицитин соевый Е476. Ароматизатор ванилин. Ну, скажем так, бушерон. Это хороший шоколад. Но цена на него завышена чисто из-за упаковки. Особенно если оно в металлической такой упаковке. Потому что, ну, могли бы они добавить товарищи из Ярославской области. Может содержать следы арахиса. Молочная масса содержит общий сухой остаток какао не менее 30%. Сухой обезжиренный остаток какао не менее 6,4%. Так он зачихнул, будь здоров. Сухой общий остаток какао не менее 14,4%. Молочный жир не менее 3,4%. Массовая доля насыщенных жирных кислот 18,9%. Массовая доля транзизомеров ненасыщенных жирных кислот 0,10%. Ну, в общем, 0,3%. И что у нас тут, желтки, белки и углеводы. 540 калорий на 100 грамм. Изготовитель 3О Собрания, Россия, Ярославская область, Большесельский район, село Варигово и бла-бла-бла. Ну, короче, это между Угличем и Ярославлем. По пути. Я там, правда, ещё не была ни разу. Может, у них экскурсии какие-то бывают. Но, вообще-то, эко-продукт хороший, на самом деле, очень шоколад. Сейчас я, кстати, его открою. Да, я тут показываю вам только эту. Вот так оно. Вот оно, вот оно, вот оно, вот оно, вот оно. Сейчас мы с вами это вскроем. Ребятки. Вот так. Я прям обязана сейчас чайку себе задолбашить. У нас что-то в районе, может быть, уже... Телефон же где-то рядом есть. 8 часов, уже 16 минут 9-го у нас. Я вчера случайно мотэ попила, у меня вот разломилась она тут. Но, кстати, не поверю зрителю, у меня тут две посылки. Одна с Китая, другая, значит, с Маэнди. По трое суток валялись в Ярике. А эта долетела очень быстро, не валяясь в Ярике. Вообще даже сутки не валяясь в Ярике. Может быть, это происки какой-то моей доброжелательницы, в кавычках, из Ярославля. Что те две посылки так долго валяясь в Ярике. Так. Короче, тут такая квадратненькая шоколадка. И на каждой квадратике коровка, которая на упаковке. Слушай, пахнет вкусным шоколадом. Вкусно пахнет шоколадом. Эге-гей, спасибо, Кукпет, и спасибо мне, что я в это самое, пригласиваете в этот конкурс фотоотзывов. Я, ну, как бы делала периодически фотоотзывы. Но когда тебе еще за это бонусы какие-то дают, это уже вообще прикольно. Мне вообще нравятся на Кукпет все эти конкурсы. Ну, там как бы я по большей части слалпочу эти конкурсы. И по большей части там эти конкурсы розыгрыши. А мне в розыгрышах один-одиннадцатый раз повезло на тусовке Углич-форума. Хрен знает, в 2007 году я зонтик выиграла, на который зонтик трос с деревянной ручкой. И на нем была еще такая фигня, эмблема Единой России. Меня потом все, кому не лень, доставали. Что типа плохой зонтик. Зонтик был хороший, несмотря на эмблему. Так. Коробочка. Ой, слушайте, там походу дело что-то еще. Там не только три эти штуки. У меня еще есть немножко специй, ну почти полная упаковочка, потому что я как-то рыбу редко делаю. С прошлого года этот Кукпет, там специи для рыбы. С этого, с моего вот того конкурса. Ну, тут третий, что ли, марафон был. Так, короче, смотри, зритель. Тут у нас 50 грамм мускатный орех молотый. Хорошо, его уже молоть не надо. Я мускатный орех в руках держала, наверное, последний раз в детстве, лет 15. У мамы что-то такое было. У меня эта баночка, где лежали все эти специи, до сих пор живая. Что-то в ней сейчас даже лежит. Кардамон молотый. Круто. Можно было кофе замутить или в шоколад добавить. Самопальный. Корица молотая. Тут все по 50 грамм, по ходу дела. Имбирь молотый. 50 грамм. А что имбирь? Я не знаю вообще, сладкое имбирь кладут, наверное, да? И бадьян молотый. Он больше места занимает, чем они все вместе взятые. Ой, как круто-то. Я потом еще это заинстаграмлю и везде по соцсеткам с хэштегом пропущу. И коробочка такая прикольная. Премия Куппад. Во. Короче, вот такие у меня призы. Очень удачные. Я как бы ожидала там пару специй каких-нибудь. Но это даже сверх того, что я ожидала. И шоколад, соответственно, тоже вкусный. Внезапно практически местный. Ярославская область. Спасибо Куппаду. Если вы вдруг это увидите, мало ли. Спасибо. И спасибо вам, зрители, если Василий Лето доказал. Пока. Скриптум усталости и невнимательность дают о себе знать. Короче говоря, точнее усталость за счет этого невнимательности. В коробочке, в смысле, в пакетике почтовом еще вот такое лежало. Показывайте ваши награды в социальных соцсетях. Так, хэштегом диетскукпэтпалочкару. Для нас большая радость видеть ваши эмоции. И вот это вот еще. Ну, я в Инстаграм уже скинула. Завтра между тайпом, наверное, все-таки смонтирую этот ролик, который сейчас вот доснимаю. Кукпэт, публикуйте рецепты каждую неделю. Ученые доказали один рецепт, одна неделя классного настроения. Ну, как минимум, я мозги разгружаю, когда готовлю кушать. Или что-то новое готовлю. Или просто много готовлю. Чтобы разгрузить мозги, не знаю, как вы, зрители. В общем, вот. А мне сейчас даже их вблизи еще раз покажу. О! 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 И котик. Шоколадка. И вот это вот хренатенько. Ну, теперь точно, пока, зритель, что? Не забудь поставить палец кверху.